здравствуйте друзья мои ну поговорим с вами об алкоголе такая хорошие напитки которые мы все с вами знаем великолепная там сколько их ох сколько разных сортов пива крепких напитков коньяки водки виски вот эти ромы ох кальвадосы такие запах бутылки блеск но мы же с вами мистики поэтому как алкоголь влияет на практике знаете некоторые используют его действительно поначалу особенно к примеру бахнешь но это измененное состояние сознания то есть разный алкоголин приводит к разному опьянению и соответственно мистические опыты то есть вы выпиваете диапазон ваших чувствований чувство расширяется вы вы начинаете чувствовать энергию чувствовать этот мир по-другому мир и мир изменяется и это привлекает конечно вкус и все остальное замечательно но привлекает то что мир меняется когда вы выпиваете потом нужно все больше и большие дозы разнообразнее так сказать дозировкой напитки и в конце концов в общем-то мир тускнеет и уже радости вам не доставляет то что выпиваете вроде и это превращается не не в праздник а в работу то есть уже не просто вот праздник выпиваете эта работа вам надо к примеру выпить уже определенную дозу чтобы расслабиться чтобы заснуть чтобы вообще у вас хоть что-то не то что как раньше вам начинали снится яркие сны и вы там была эйфория к примеру даже осознанные среди не можно выйти с помощью алкоголя но потом просто чтобы войти в сон чтобы как говорится вот это вот не было нужно гасить себя дозами и часто ну когда человек уже допивается то есть как бы так называемый белая горячка ему начинают уже он у него открывается видение гранит истончается к нему обычно так как вибрации низкие и много страдания то есть организм испытывает страна не разрушаются клетки разрушается тело разрушается психика к нему кто приходит первую очередь существа низких миров с ним начинают разговаривать без и часто так его допекают и ну так сказать уже я видел людей которые вот прямо ругаются ругаются с бесами уже прям как как с живыми людьми то есть вроде знаете человек достиг видения то есть вот то о чем многие эзотерики думают когда же я достигну этого видения хотя имеют его изначально ну вот появляется вот это вот путь так сказать мистический путь алкоголя он тоже доведет вас до видения для этого надо много пить много часто погубить свое физическое здоровье но вы добьетесь видение но это видение вас не обратно не обрадует а наоборот утомить и сильно уже заснуть не сможете потому что у вас за плечо будут трясти бесы говорить ей дружище не спи и спи замерзнешь или еще что на ухо вам песни горлами такое тоже бывает поэтому знаете вот как знаете в кунг-фу бывает стиль пьяного мастера вполне возможно изначально учителя и дают выпить своему ученику чтобы он понял вот это именно эту разбалансировку чтобы на этом разбалансировки иметь возможность работать то есть вниз не плана вне системы разрушая шаблоны так сказать а после этого то стиль то пьяный но они не пьют и в общем то это путь путь в тупик или путь в бездну потому что это как бы вы берете кредит алкоголь дает быструю энергию быструю дешевую энергию он расширяет вождя по но он сужает ваши возможности вы сразу идете только по этому пути и вам уже обратно потому что легче выпить обратно вам уже тяжело выйти ну как и любые костыли знаете когда мы привыкаем к медитативной музыки к запаху свечей с благостным местам мы уже в другом месте мы идем по пути на меньшего сопротивления мы каких-то боевых условиях не можем применить свои возможности способности и часто а нужно их применять именно в критических условиях то есть как вот бокс когда человек на ринге это одно и он привыкает на ринге а когда вот хороший боксер выходит на улицу часто вот почему много случаев что там мастер спорта такое мастер по боевым искусствам убит в уличной драке потому что у него есть гордыня самомнение да я там да я спортсмен а его хлоп там сзади чем-то или там шильца ему в это в печень засунут или или сзади в почку и все и весь спорт кончается мгновенно все не по правилам не по шаблону а потенциал есть мощь есть а не не чувствует то есть ну мы тут об алкоголе то есть это дешевый кредит то есть вы залезаете в кредит а надо его отдавать и отдавать с процентами и отдавать своим здоровьем своим будущим то есть вы загоняетесь с этим поэтому лучше не начинать с костылями надо уметь работать любых условиях убить и на своих ресурсах вот на своих ресурсах абсолютно точно можно использовать для оздоровления своего тела различные травы ну лечебные я войти собираю знаете чагу собираю очень хорошо поднимает так сказать очищает организм различные травы там какие здесь у нас есть в ближайших местах иван чай там зверобой еще некоторые даже даже иногда мухоморы собираю потому что ну они тоже бывают хороши не для в микро дозах как бы для тоже повышение иммунитета все это полезно но минимальные дозы и умение применить их именно для восстановления баланса для энергетики свои для восстановления даже не энергетики а химии в своем теле улучшение здоровья как говорится возвращение молодости силы энергетики но практики медитации а тем более серьезные вещи как выход в астральный мир какие-то практики влияние на пространство они должны быть сделаны трезвым разумом трезвым разумом и чистой душой тогда это будет ваша сила которую не никакие бесы и дерны не отнимут они могут их закрыть но их легко и открыть обратно поэтому не увлекайтесь не увлекайтесь вот этим путем алкоголя либо каких-то вот препаратов которые открывают как бы видение там те же мухоморы те же какие-то аваяски то есть это все замечательно но шаманы их используют очень дозированно обычно в первые моменты когда ученик еще слишком туп не понимает что для него только рассказы что говорит что мир этой энергии но он этого не понимает и для этого ему дают буквально один-два раза чтобы выбить его чтобы он понял что вокруг него все по-другому вот а когда он постоянно это использует все труба мистики конец и многие шаманы известные они подсаживаются на это и потому что это легче легче не работать собой не перерабатывать энергию не пробиваться через препятствия а вот бахнул чего-нибудь и вошел в транс этим страдают и в общем-то известные мастера а уже выйти оттуда они не могут то есть это получается сила не их а сила химии вот растительные химии любой химии и они потом жалеют об этом а выйти обратно представляете это путь обратно а потом путь обратно туда а уже нет уже гордыня не позволяет знаю многих таких мастеров которые вроде как и мастера на самом деле скованы вот этими наручниками и ошейниками так что друзья мои изначально без костылей пусть слабая сила пусть ваши пусть потыкаетесь тому как говорится в кровь себя разбивайте но этот каждый шаг для вашей души важен а не то что в этом какие-то там я там шаман там 110 150 уровня прокаченной мухоморами это бухоморы 150 уровня не вы все друзья мои пока